Уважаемый Вячеслав Викторович, уважаемые коллеги, так, остановите, пока не надо транслировать. Подавляющая часть нашей элиты пока... А как мы с вами остановим трансляцию? Мы уже с вами... Я сказал слайды остановить, там есть. По слайдам? Вы так поясните. Поэтому, понимаете, проблема в чем? Проблема заключается в том, что у нас продолжается жизнь двух Россий. Одна умирает в окопах и помогает ей, вторая часть. А вторая часть гуляет в кабаках, ездит на шопинг, в том числе и жены замминистров силовых структур, понимаете? Вот посмотрите, видите, сколько у нас денег. Нам говорят, нет денег. Ну, пойдите в банки, получите деньги на развитие. Нам все время рассказывают, какой гениальный банкир Набиулина. Но вы посмотрите, наши оппоненты имеют процентные ставки и инфляцию порядково ниже нас. И мы не можем развиваться, если у нас с 2006 года с подачи того же Эларионовой, Чубайса и Кудрина фактически уничтожен департамент амортизации и Минэкономразвития. Хотя во всем мире амортизация, уголовная ответственность от 8 до 15 лет, если вы не целевым образом используете. Что происходит у нас? Вот эксперты посчитали о том, что 9 триллионов за прошлый год насчитали, 5 триллионов вывезли в офшоры. СВО, оно ведь что сделало? Оно высветило кто друг, кто враг, кто просто так. Понимаете? И оно должно ускорить, Вячеслав Викторович, принятие решений по изменению системы управления. Оно должно ускорить элементы усиления ответственности за порученное дело. У нас этого не происходит. Смотрите, что происходит с селом. Село, благодаря нашим с вами решениям президента, ну, сделало определенный скачок. Но сейчас что происходит? Тарифы для села самые большие. Все преференции забирают через таможенную пошлину, одновременно через так называемые зерновые сделки, похоронив закупочные цены. Понимаете? А параллельно наши недруги обрезали все возможности. Мы с вами не устоим против этих санкций. У нас уже все приграничные области испытывают, что такое война. Можно называть СВО, МО, но вот эти рейды ротных тактических групп, Белгород дважды в Курск, прилетают в Ростовскую, Воронежскую область. Понимаете? Поэтому эти все вопросы, мне кажется, надо рассматривать более серьезно. Если мы этого не поймем, то ситуация может кардинально измениться, но для этого надо и законы, особенно в выборах, не делать то, что вы делаете. Вы запомните, если на выборы ходит 10%, это говорит о крайней неустойчивости общества. Если вы лишаете контроля, то вы завтра можете 100% получить или 120%. Но послезавтра масса людей возмущенных может выйти на улицу, потому что их представительства нет. Я считаю, что ваша заслуга после наших двух съездов дольщиков, что мы, ну как бы, локализовали проблему дольщиков, но у нас сегодня есть и земельных долей. У нас кругом горит, у фермеров отнимают землю незаконно. Понимаете? Я об этом говорил. У нас есть проблемы с вывозом капитала. У нас есть вопрос обогащения банкиров, которые не хотят заниматься развитием нашей страны. Но мы же эти вопросы должны обсуждать и принимать. У нас Чуян, Росалкоголь регулирования, убежал, а его схема продолжает вывозить десятки миллиардов из страны. Уже куда только не написали, не хотят принимать решение. У меня складывается впечатление, что на самом верху есть аффилированные лица, которые, в принципе, ну, наверное, эти десятки миллиардов где-то делят по карманам. Поэтому, завершая выступление, я считаю, что этот зал, он представляет на сегодня интересы наших избирателей. И он должен первым реагировать. Потому что председатель у нас, вы видите, регулярно призывает нас к мобилизации. Но я повторю, нет мобилизации элит. А нет ее из-за того, что нет спроса и колоссальной аффилированности правоохранительных структур и судов с офшорными компаниями. Удачи вам в решении этих проблем. Спасибо.